Сон жильцов этой квартиры сегодня оказался по-настоящему кошмарным, когда в три часа ночи в окна стало бить мощными ударами. Первое, что подумала Татьяна, началась война. Я встала, посмотрела, в общем, долбили, как будто кирпичи мне в окна. И не было ничего видно, окна были просто все белые, как молоком залиты. Кирпичи, которые стучали по окнам, оказались кусками асфальта, который выбрасывал фонтан кипятка, бивший из-под земли. Ночью здесь можно было бы снимать фильм ужасов. На утро все оказалось довольно просто. На этой улице прорвало трубопровод. Правда, напор оказался настолько мощным, что он выбил окна в нескольких квартирах. До шести утра Татьяна с сыном выгребали воду. Проблема усложнялась тем, что соседей этажом выше дома не было. И они оказались под напором воды как с окон, так и с потолка. Остальные жильцы дома равнодушными к беде не оказались. Пришли на помощь и выносили мебель вместе с ними из затопленной квартиры. Здесь у нас, когда начало все сыпаться, стекла уже стали, мы ушли просто. Здесь долбил, мы начали и потекло. Через какое-то время потекло все с потолка. В общем, мы здесь были как под дождем. У нас текло все из потолка. На полу было просто чуть ниже колен воды. Сейчас на месте аварии работают эксперты из городских служб. Подачу воды в районе на время остановили. Когда ее дадут, пока неизвестно. Причина прорыва трубы уже установлена. В ходе излива воды было повреждено несколько квартир близлежащего дома. По этим квартирам сегодня работает комиссия с экспертной организацией. Оценивают ущерб. Предприятие будет этот ущерб в досудебном порядке оплачивать. Дальше мы будем проводить работы. В течение суток эти работы будут закончены. Теплооснабжение, горячее водоснабжение восстановлено. С последующим переводом этого участка в капитальный ремонт. Момент происшествия попал на видео, которое сняли очевидцы. На кадрах видно, что напор воды из трубы действительно очень силен. Окажись в опасной близости кто-то из горожан, трагедии было бы не избежать.